Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала меня зовут Юлиана. Ну а по народным приметам, по традиции, 28 октября отмечают Ефимов день. С давних времен отмечается Ефимов день, названный так в память о преподобном Ефимии Солонском. Рожденные 28 октября наделены волевым характером. Это настоящие воины, которым нипочем преградуют трудности. Их проницательность и активность позволяют им добиваться практически любых целей, которые они ставят перед собой. Однако окружающим бывает непросто ужиться с ними из-за их излишней вспыльчивости и эмоциональности. Талисман для них является самозанит. Ефимов день имела второе название «Смотри на льна», а все потому, что в этот период рукодельницы начинали активную его обработку и дальнейшую презентацию изделий для друзей и соседей. Женщины в этот день были осторожны, ведь, согласно поверью, в дом могла незаметно пробраться нечистая сила и испортить всю работу. По примете считалось, что спреденная в этот день нить наделена магическими свойствами и способна защитить от осенних простуд. Если человек заболевал, то на его запястье обязательно повязывали такую нить, и тот должен был носить ее, пока не выздоровеет. Еще существовали строгие запреты. Одним из таких считался запрет на любую брань или темные мысли. Тот, кто в этот день ругался, обижал других или думал о ком-то плохо, в скором времени заболевал. Также женщины избегали стирки одежды, в противном случае семью настигало большое горе. Очень важно следить за своими словами, ведь, что произнесете в этот день, то и сбудется. В этот день можно сделать очень интересную практику от ссор в доме. Ведь если в этот день постараться избегать любых ссор и сделать волшебную практику, то в доме всегда будет мир и гармония. Что вы можете сделать? Все очень просто. Берете белую нить, любого отрезка не важно. Далее вы должны на этой нити завязать несколько узлов. Сколько у вас получится, не важно, но во время завязывания узлов вы должны сказать такие слова. Как узлы завяжу, так от ссор свою семью уберегу. Друг друга будем любить и уважать, ценить и почитать. Вот эти слова вы должны проговорить три раза. Все это время вы должны плести узлы. Сколько получится, не важно. Дальше вы должны эту нить оставить у порога на сутки, а через сутки ее сжечь. Все. И вот посмотрите, что в вашем доме будет спокойствие и богополучие. Именины в этот день идут Семен, Денис, Дмитрий, Иван, Афанасий. И по традиции перед сном каждый из вас, перед тем, как ложиться спать, обязательно проговариваем такие слова. Я всегда думаю позитивно и тем самым привлекаю удачу. Вот повторяем один раз, и вы посмотрите, что обязательно вам будет сопутствовать удача.